Итак, представляю вам первую пару бойцов главного карда турнира RCC Fair Fight. В синем углу боец из Ирана, город Тегеран. Ему 29 лет, рост 182 сантиметра, вес 70 килограммов по 750 граммов. Профессиональный рекорд 39 боёв, 36 побед, 3 поражения представляет бойцовский клуб JZ Fight Management, Масуд Мина! Его соперник в красном углу из России, город Екатеринбург. Ему 29 лет, рост 185 сантиметров, вес 70 килограммов, 790 граммов. Профессиональный рекорд 21 бой, 18 побед, 3 поражения представляющий бойцовский клуб Архангел Михаил Василий Синана! Рэп-ребой Илья Алексеев. Шейхэнс, слушайте внимательно команды. Готовимся. Удачи. Гуд лак. Данные бойцов на ваших экранах, друзья. 29 лет тому и тому, 3 сантиметра, росте на бумаге, плюс-минус равны. По рекорду там-то, правда, так значительно, там 36 аж целых профессиональных боёв у Масуда. Но Василий ещё компенсирует это всё-таки своей любительской карьерой. Ну да. Ну и на самом деле Вася уже далеко не первый раз выходит против парня, у которого гораздо больше побед, гораздо больше боёв. Гораздо больше такой послужной список в профессионалах, да? Это для него особо ничего не значит, он с каждым соперником работает на максимуме. Пока начинается с разведки. Минай начинает бомбить ногами с дистанции. Пока всё в блок, правда. Ну и Василию не привыкать. Проходить сложных крепких иностранцев, можно того же Джордана Пикера вспомнить, который зимой был повержен. Тогда даже Большой Майк сказал, что ну этот парень нас удивил. А именно Большой Майк и был Майк по синее тогда в углу у Пикера, да? И ничего не смог сделать его подопечный, а это о многом говорит. Хорошо, на средний тут взрывается Семёнов. Вот это именно та работа, наверное, на которую он будет делать ставку в этом поединке. Быстрая скоростная работа на средней для него дистанции. Как раз-таки руками, руками бить он умеет. Но Масут Минай показался как стойкий боец, который может терпеть, в нужный момент переломить. Где-то и очень взрывной. Опасная двойка там от Минай, руки сразу на месте у него. Не даёт, не даёт, не даёт Семёнов. Тут набрать нужную дистанцию своему сопернику. И пока, так скажем, откровенно присматривается, наверное, к нему. Ну да. Время есть. Всего лишь половинка первого раунда прошла ещё. Семёнов часто меняет стойки. Пытается сам нащупать нужную для себя дистанцию. Встречает прямыми ударами ноги соперников. Колено там бьёт. Защищался там Семёнов блоком. Опять снова опять в блок попадает. Здесь Масут. По корпусу доносит Иранец. Что-то опять там проблемы немножко. Представители Ирана. Масут Минай второй раз уже как-то так начал вытирать ноги. Канвас. О, хорошо там попал Семёнов. Ну и пропустил, мне кажется, Вася. Пропустил, да, с передней руки в ответе. Попытался поработать в серии. Так, видимо, немножко начинает пристреливаться хотя бы здесь Василий. 30 секунд у нас остаётся до конца первого раунда. Ну и пока, откровенно, первый раунд уходит такой на разведку и того и другого. Ну что-то тут что-то такое-то огромное. Что-то не нравится Иранцу. Ну, в любом случае, ребята, в одинаковом положении. Абсолютно. Хорошо подцепляет там Семёнов боковым справа. Но Минай успел вернуть руку. Семёнов боковым справа. Ну что, друзья, продолжаем. Второй раунд? Да, Василий Семёнов против Масуда Минаи. Первый раунд получился близеньким. Ох, как хорошо Семёнов там поразменивался. Сам пропустил, но больше попал. Ох, справа опять плотненько. Дотянулся, Вася. Ну и навстречу тоже иногда. Да, на перчатку принял, в конце концов. Очень громким был удар, но не очень опасным. Опять размен. Ох, точное попадание от Семёнова. Ну вот, в принципе, для чего он и затеял такую рубочку. Да, в этом Василий Мастер. Вот эти размены. Попасть он ушел. По два по три удара. Семь. Вось. Минаи показывает, что готов продолжать. Ну и у Васи времени еще вагон в этом раунде. Да. Успех можно закреплять. Мы точно знаем, что с рук он нокаутировать умеет. Ну как там Минай бросил опасно эту вертушку. Но пропустил. Опять Семёнов справа заряжает. На встречу бросает правую руку. И Аберкотов тоже подцепил. Ну и видно, что заряжен на удар Василий. Ну и нельзя списывать Масуда все-таки. Он сейчас опасен, как раненый зверь пытается сам идти вперед. Ударов пока мало от иранца. Мне кажется, еще немножко восстанавливает. Не успевает. Не успевает он где-то за Василием. Слишком много на среднее он пропускает. Когда он наносит два удара, Василий успевает четыре удара своих уже выбросить. Начинает разбивать опять ногами здесь Семенов. Видимо, этот берет паузу. У нас к экватору подходит поединок. Уже за экватор завалил вторая половина второго раунда. Вася пытается раскачать. Наджем поймал. Минаи пошел вперед. Хорошо три удара от Семенова, но больше в блок. А вот здесь попадает Василий. Опять решили порубиться. Да, и больше попал Семенов. Ну и здесь клинч нужен, конечно, иранцу. По-хорошему. Он просто спасается в нем, откровенно говоря. Потому что Вася его на ближний перерубает. Опять так закидывает иранец Данина ноги. Но видно немножко подлинновато. Клинч. На показе секундантов здесь иранского спортсмена. Легко и ловко уходит от этого удара Василий. Снова фронткик от Семенова. Служеные удары. Хорошая серия. Такое чувство, что иранец никак дистанцию прочувствовать не может. Заметим. Большим количеством ударов, особенно руками, он просто не дотягивается. О, тяжелейший нокаут. А это не после команды стоп было интересно. Тяжелейший. И тренер, конечно же, очень зол на Василия. Я не уверен, нужен повтор. Была команда стоп? Я не знаю. Мне показалось, что да. Если да, то все по-другому будет. Повтор. Была команда стоп. Была команда стоп. Удар был после нее. Но там автоматически просто возможно уже неслом держать. Ну, рефери, конечно, не успел добраться, скажем так, до Василия. Но факт остается фактом. Будем объективны. Команда была. Удар уже летел. Но вот мы видим, что Василий говорит, я не слышал. Он сейчас говорит, потому что... Конечно, не слышал. Дамы и господа, рефери остановил бой на второй минуте 40. 42 секунды второго раунда. Победу нокаутом одержал Василий Семенов.